Долго мы готовились, молоточки решили все повключать. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и мама Чоли. Всем привет! Да, по привычке, мама, смотри вот туда, вот большой вот этот глаз орлинный. Сегодня у нас будет видео фикс прайс, и сегодня у меня несколько вещей, которые мы можем попробовать. Это не одна вкусняшка, это несколько. И я, кстати, посмотрела, что даже состав вроде бы нормальный. Ты готова пробовать вкусняшки? Готово! Ты все время просишь, что у меня что-нибудь вредненькое, и я тебе взяла. Я тебе взяла вредненькие вещи. Так что, может быть мы с вкусняшек и начнем? Конечно. Конечно. А подожди, а там что-то не очень вкусное еще есть, да? Нет, есть не вкусняшки, а есть просто, что я купила в фикс прайсе, а есть вкусняшки. Но после сладкого уже не сладкое, не катя. Нет, там нет. Там нет, я имею в виду, что еда и не еда. А, ага. Ну ладно. С еды начнем или не с еды? Давай с еды, наверное, начнем. Хорошо. А то я что-то проголодалась. Только вроде попили-поели. Слушайте, я покупала на самом деле вот это тростниковое печенье. Смотри, имбирное, тростниковое печенье. Имбирное с тростниковым сахаром. То есть я прочитала и подумала, что это, наверное, ну, тростниковый сахар более-менее полезный, правильно? Чем у нас обычный какой-то сахар. Давайте прочитаем еще состав чуть-чуть, чтобы удостовериться, что не такой вредный, как все печеньки. Мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта, жир кондитерский, пальмовая, подсолнечная. Пишут же обычно без пальмового, типа это все хорошо, да? Сахар. Так, сироп инвертный. Сахар регулятор кислотности. А сироп инвертный это что? Не знаю. А если честно, мне кажется, просто написали тростниковый сахар, типа здесь. А на самом деле может быть тот самый подкрашенный белый сахар даже, а может быть даже и вообще нету здесь тростникового сахара. Я не понимаю, не разбираюсь, кто пробует, скажите. Но мама у меня есть вот такие вредные штуки, и порой даже, когда у меня много всего полезного, она говорит, что-то хочется вредненького. Дай мне что-нибудь вредненькое. Ну, все хорошо в меру, если по чуть-чуть, вот если захотелось чуть-чуть там вкусненького, можно немножко съесть. Вот такие упаковочки интересные. Я попробую вместе с тобой. Ну, попробуй. Давай попала. О, как раз. Ты как раз упоминешь. Смотри, глядя. Ну, вкусно, я ничего не сказать. Ну, вкусно. Хрустященько. Я надеюсь, дальше будет полезнее. Ну, что, можно есть. Можно? Да. Отлично. Вкусненько, вкусненько, правда. Самое интересное, у меня вот здесь прям микрофон прикреплен специально, чтобы мы могли разговаривать. Ну, так, да? И почему-то мне кажется, что это камера. Я на него пытаюсь смотреть. Так, итак, дорогие мои, поняли, да? То есть, не на вас смотрю. Так, и вкусненько. Да. А, вот что я взяла. Шампиньоны разные. Я увидела. Резанные. А, резанные. Не разные, резанные. Это я, да, вижу фигу. Это про меня, на самом деле, вот это вот. Там отловится. Ну, вот это можно и в супчик, в салатах. Смотрю, смотрю книгу, вижу фигу. Это я. У меня свои слова вообще. Шампиньоны, опять разные. А я думаю, какие разные шампиньоны бывают сразу. Разные виды шампиньонов, да, зачем? Так, шампиньоны резаны. Я опять хочу. Написано, без консервантов и без ГМО. Вот, я хотела попробовать. Мы их откроем. И еще, из того, что мы откроем, икра кабачковая. Я очень люблю икру кабачковую. Всегда ищу ту самую кабачковую икру из детства. И пока что не могу найти. И здесь состав вообще кабачки, морковь, лук, масло подсолнечное, томатная паста, соль, сахар, зелень, прясти. Никаких е, никаких консервантов и все такое. Попробуем, как думаешь, она? Да попробуем. Ну, я, например, морковку, вот когда я делаю свою икру, морковку не кладу туда. А покупная, она с морковкой делается. Она может давать какой-то непонятный привкус, да? А привкус она только сладкий дает. И цвет яркий все. Да? Короче, мы это откроем. И по ходу мы, девочки, это будем открывать сейчас в конце. Потому что сейчас мы попробуем еще одно печенье, которое, мне кажется, печенье мюсли с клюквой и изюмом. Мне кажется, оно должно быть полезненькое. А потом я покажу вам, что я купила, да? Что у нас там за видео планируется в ближайшее время. И потом уже, когда немножко у нас сладкое послевкусие, вот это уйдет, да? Из-под рта. Надо было с консервов начинать. Из рота. Да-да, я забыла, что я купила консервы. Опять я смотрю на микрофон. Да, я забыла. Из рота. Из рота. Так, короче. Вот. Любятова. Это такие вот печенье мюсли с клюквой. Тут тоже они по пачечкам. И типа два по четыре. Две пачки по четыре. Что-то такое? Сто процентно. Цельные злаки. Сто процентно. А что тут нарисовано? Это заразно, да? Без пальмового масла написано. Потом цельные овсяные хлопья нарисованы. Овсянка. Основа, да? Да. Сладкая клюква и изюм. Воздушный рис. Мне кажется, такие вкусные. Удобно брать с собой. То есть в отдельных пакетиках. Вот. Ну, конечно, здесь тоже там есть сахар, типа масло рапсовое. Ну, мне подходит. Чуть-чуть, может, чуть вредненького есть, но незначительно. Давайте. Не будем читать и пугаться. Так. Открываем. Открываем. А там... Та-да-да-дам. Так. Смотри. В отдельное вот такое вот печенькое мысли. Два печенька. Тридцать грамм. Ну, давай. Порционные. Порционные. Больше одной порции в день нельзя. Слушай, они тоненькие такие. Такие красивенькие. Ну-ка, на, попробуй. Чуть-чуть, чтобы не поправилось. Так, не говори мне только. Не говори, не грыди впечатлений. Смотри. Твёрдый. Я вижу. Да. Я согласна с мамой. Офигенный. И даже вот это вот что там, ягода какая-то, да? Изюм и клюква. Дает свою какую-то изюминку такую, нотку вкусности. Изюм дает какую-то изюминку, да? Или клюква, или изюм, не знаю. Давай еще, я хочу еще. Мне понравилось. Изюм с клюква дает какую-то изюминку. Да. Кушать печенья бомбезные. А мне нравится то, что вот здесь цельная овсянка. Я конкретно чувствую, я ее люблю. Да. Я люблю, когда я делаю овсяно-блин даже. Я люблю, когда я прям чувствую даже не до конца доготовленную такую хрустящую немного овсянку на зубах. А мне все компоненты здесь нравятся. Они как-то сочетаются здорово, да? Классно. Да, классно. Прям еще и еще хочется, да? Вкусно. Хватит, хватит. Потом. Закончим видео. Это все тебе практически. Давайте теперь посмотрим, что же я купила просто из наших покупочек. Здесь есть новиночки, очень интересные. Во-первых, мне очень захотелось вам показать. И мне понравилось. Не знаю, честно, я не пользуюсь подставками под кружки. Но эти мне очень понравились, потому что они сделаны, мам, смотри, в виде диска. Ты видишь? И это подставки. У нас же скоро будет новоселье. Ну, не скоро, конечно. То есть она открывается вот так вот, да? И у нас тут диск видно. А еще она открывается вот так просто. И мы здесь вытаскиваем наши диски. Здесь 6 штук. А стоило оно, я не знаю, 77 рублей или даже меньше. И они вот такие вот в виде диска. Видите? Вот. Здесь у нас диско-пати. Типа, иди, держи. Смотри. И они, ну, не съезжают. А у нас здесь уже журн... Ну, мы на нем как раз сидим. На журнальном стеклянном столике. Вот. И вот такие диско-пати цветные. Вот черные, черные, белые. Два черно-белых, два цветных. И два... Девочка нарисована и поп написана. Ну, по-моему, классно. Смотри, вот оно вот так вот на столике. Раз-раз. И ты кружечку сюда кладешь. Но оно не съезжает. Прям вообще... Да. Очень клево держится. Интересно, почему не... А, тут прорезиненная. Прорезиненная чутка, да. Такая серединочка. Не съезжает на стеклянном столе. Офигенная вообще. Мне понравились. Хотя я, честно говоря, не люблю подставки. Но вот этими, потому что они такие стильные, я буду пользоваться. Сейчас я найду цену. Подставки под, наверное, вот оно. 55 рублей всего, девочки. 6 штук, 55 рублей. Такие стильные, классные. А, кстати, печенье имбирное стоит 55 рублей. И все, пока здесь ничего нет. Я в двух разных магазинах просто была, покупала все в двух разных магазинах. Так, давайте дальше. Смотрите, мы пошли по выпечке. Мне очень понравились вот такие вот 55 рублей, 20 штук. Это наборчики, наборчики для выпечки. Я, в принципе, в последнее время что-то там мучу такое, да. Типа панкейки, там все дела. И у нас есть духовка, в принципе. И вот такие наборчики, мне кажется, очень даже клево будет использовать для кексиков. Только таких, которые мне нужны. Из овсяной муки. Надо посмотреть. Ты хочешь прям посмотреть? Ну, как, да, какой у них объемчик, какая формочка. Сейчас. Ну, они, как бы, я понимаю, что туда просто делается какая-то смесь, туда она накладывается. Ну, да, как бы бумажная. Да, и она как бы красивенько, так можно ее тоже подавать. То есть можно сделать. Вот, ну вот, смотри. Причем они одинаковые формы. Да, одинаковые формы. Одни полосатенькие, другие эти. Десять таких, десять таких. И туда вот, допустим, я что-то приготовлю, да. Они внутри какие-то чем-то промазанные, да. Такие плотненькие. Специальное покрытие внутри, чтобы оно не прилипало. Ну, да. И все, например, сделала я для кекса, там, ну, вот есть в стаканах, да. Слушайте, в этом, мне кажется, можно... А, нет, ну, это бумага, она может в микроволновке, да? Ну, для микроволновки, наверное, может, она не подходит. Ну, короче, сделала я вот эту смесь для кексиков, да. Залила сюда и в духовочку поставила несколько штучек. Слушай, ну, это не бумага, прям, как, видишь, что-то блестит. Как пластик какой-то. Ну, она как пластик здесь. Как тонкий пластик. Но сверху бумага, потому что написано, что они бумажные. Да. Ну, 55 рублей, 20 штук. Ну, покрытие. Мне кажется, вот так вот, правда, реально, ну, вот, будет у меня новоселье. Я приготовлю много всего интересненького. И все будет такое полезненькое, классненькое. А то мне пишут иногда, ой, себе так пп, а так гостям говнище какое-то покупают из фикс прайса. Кто-то пишет такое, ну, на самом деле, это говнище, все мы съедаем сами. Я, естественно, наоборот, хочу удивить всегда там гостей чем-нибудь. Я не знаю, что я там вытаскиваю. Все, что я не ем, такая, с коробки вытаскиваю, знаете, гости, дорогие. Я просто хочу сказать, вот, кто написал себе так пп, а гостям не пп. Дело в том, чтобы на пп быть, это дело добровольное. Вот я, например, не хочу на пп быть. Извините меня, если меня будут целыми днями тут пп кормить, а я хочу нормальную еду вредную кушать. Он сопротивляется все время. Ну, как бы, да, это мое должно быть решение добровольное, есть пп или не пп, понимаете? Ну, да, поэтому для гостей не пп. Сам за себя решает. Ну, тот, кто на пп есть гостей, тот сам скажет. Я когда была на диете, я сразу говорила, я на диете буду то, то, а это не буду, это не буду. Что там? Сюрприз. Угадай. Ты меня просила, чтобы я тебе купила. Хотела, чтобы она купила нормальные перчатки. Егейновые. Только такие вот плотные, а не вот эти тоненькие резиночки, которые одноразово. Вот, вот. Ну, открывай, хвастайся. Перчатки суперпрочные. 25 рублей. Размер, я тебе угадала? Ну, я сказала побольше, бери, чтобы они легко срочно. Там были S, M и L. Ну, я взяла M, мне кажется, у тебя не настолько много прям, у меня S. Я не люблю, когда еле натягиваются перчатки. Ну, натяни, я хоть. Я люблю, когда влез в перчатку и вылез. Легко и просто. Вот. Раз, я вскочила из перчатки. Все, M твоя. Раз, я выскочила из перчатки. Все. Вот. И она прочная. Вот эти нравятся тебе. Да, и вот длина, чтобы она не вот тут вот заканчивалась. Вот это перчатки, вот это можно ими пользоваться, легко одевать, снимать. И при том, что они, во-первых, долговечные, их надолго хватает. Это не то, что одноразовые вот эти тонюсенькие. Ну, уходила, боже мой. А то бывает что-то там в какой-то химии лазишь, а тонюсенькая порвется и боишься за свои руки. А тут уже все. Пальцы разъезда. Ага. Маме. Ну, все, поздравляю. Да. Так, если будем говорить о защите, смотрите, еще защиту какую я взяла. Смотри, на этот, на машину. Уже давно поглядываю, что-то в очередной раз увидела защитный чехол на спинку сидения автомобиля. У меня малой все время с ногами, кто сейчас слякать, садится и все. И ноги вот он вот так вот там все это бьет. Я решила его взять. Стоит, оно там стоит вообще, чехол этот, недорого. Защитный чехол 50 рублей вообще стоит. Я думаю, блин, а машина сохранится моя целенькая. Вот так. Клееночка такая она по бокам. Вот, ой, вообще супер. То есть здесь она у нас на ремешочке, да. То есть вот это вот я цепляю, ремешочку по... Вот это вот я цепляю на, что, на вот этот вот подголовник, да. Здесь оно вот так все. И вот здесь я его уже по спинке регулирую. И все. У меня вот такая прозрачная вещица. И пусть все Денька бьет, сколько хочет в нее, да. И мне нравится, что он не шелестит. Ну, то есть нормально такой глухой шелестик. Это резиночка сверху, нет? Да. Тянется? Да. Хорошо. И каемочкой сделала. И тут, да? Класс. А тут просто ремешок. Нет, даже не ремешок. Ну, это да, как ремешок. Но оно, кстати, вот оно, цельное. Ну, это просто вот, чтобы она не болтыхалась. Это ее закрепит на себе. А ремешочек, вот такая штучка. Ой. Типа ремешочек. Но это можно зафиксировать ей, наверное, по ширине, чтобы не болталось. Ну, да. Короче, классная вещица. Я решила, наконец-таки, взять ее. Так, ну, а все интересненько. А, нет, еще мы попробуем с тобой. Блин, опять сладкое. Опять сладкое. Ну, не хочешь, не пробую. Я сама попробую. И ты скажешь, не вкусно или нет? Я скажу, да. Это марципан картофел. Короче, с марципаном сказали, мне очень вкусно. Там есть конфетки марципановые. А есть еще вот такие отдельно марципанчики. Конфетки марципановые сказали мне, они белые. Они 77 рублей стоят. А эти тоже, по-моему, 77 рублей. Но они темные. Вообще, марципанчик я люблю. Орешек этот. Да, он тоже светлый. Он только коричневый, только снаружи. Они все одинаковые? Да. Откуси половинку меды. А что такое? Какая-то масса, да? Очень сладкие. Вкусно, кстати. Реально. Сахар, миндаль, 26%. Инвертный сахарный сироп. Сироп глюкозы. Какао-порошок с пониженным содержанием жира. Фирменный препарат микробного происхождения. Инвертаза. Вот и все. Это весь состав. По-моему, очень даже хороший состав. Ну, в принципе, нормальная вещь. Так вот, если вкусняшечку какую-то захотелось, можно одну только раз. Вкусненький марципанчик, я вам скажу. Мягкая такая вещь, нормальная. Да. Так, сейчас я вам скажу, что вас ждет на моем втором канале обзорчики. Это, конечно же, я без этого никак, да? Это новые появились вот такие вот корейские масочки. Их там огромное количество видов. Есть против окне. Я взяла вот увлажнение питания. Есть омоложение. Есть глубокое там еще что-то, по-моему, увлажнение. Ну, короче, там их пять видов. И да, это Made in Korea. Стоят они по 50 рублей. Мне кажется, это очень дешево. И я ее... Маска с гиалуроновой кислотой, да? И я ее протестую на своем втором канале. Ссылка на мой второй канал и на Мам Чоли будет под видео. Поэтому обязательно заглядывайте в инфобокс. Значит, мы сделаем отдельный тест-обзор на вот эту. Дальше. Я не помню. Вот это... Блин, а... Вот это, по-моему, в Ашане продавалось. Вот этот вот уголь. Точно. Скраб для тела. Только я его, по-моему, не взяла. Или брала. Я реально не помню. Прикинь. Это скраб для тела. Питательное омоложение. И еще был черный такой. Он тоже там для чего-то. Короче, я не помню, но я вам его затестую. Тоже. Вот в фикс-прайсе такое продается. Какой классный? Он должен быть там... Вообще здесь я... А, там было два. Один был черный, он там с черной глиной, по-моему. А этот с белой глиной. Но я не знаю, какого он цвета. Белый или нет. В общем, подробно мы все уже там... Он зеленый. На картинке зеленый нарисован. Я не знаю. Слаймом что-то он там. Скраб для тела 55 рублей. Цены мне вообще эти очень сильно понравились. Также мы с вами попробуем крем для рук. Мам, крем для рук это твоя тема. Тоже два вида было, но мне понравилось с маслом конопли и гиалуроновой кислотой. Крем для рук. Гидроактив 8 часов комфорта. Вот. Нормализует уровень влаги в клетках, заполняет мелкие морщинки, глубоко увлажняет. У меня мама пользуется крем вообще для рук. Вот. Поэтому мы будем вместе с ней, наверное, тестить на моем втором канале, да? Чтобы два было отзыва. Потестим, да. Вот. И... А я сейчас от того, что, ну, как бы, нет-нет, пыль, вот эта новостройка, мы сейчас пока делаем ремонт, ручки все равно сушатся и прямо там бывает, не хватает именно масла. Поэтому мы его затестим и вот прям с коноплей, мне интересно. Она тоже там где-то 55 рублей стоила, но уже больше по ценам это в отдельном видео. Держи. Надо его поставить на видное место, и перед сном на ночь, вот, обязательно мазать, чтобы за ночь ручки отдыхали и питались. Ну, да. Мы, кстати, попробуем. Потому что давай забываем. Как раз отзыв будет такой, попробуем один день, второй, да, и уже потом... Его надо прямо вот сюда, наверное, поставить. Да. Ты, кстати, попробуешь один день, второй, а я буду первый раз, я буду говорить о первых впечатлениях, а ты будешь говорить о впечатлениях, которые уже у тебя за, там, пару дней, тройку, да? Ну, да. Так, и смотрите, мне очень-очень понравился вот этот вот крем. Я тоже на него хочу сделать отдельный тест, потому что он идет и для рук, и для тела. Вот. Я его хочу затестить и для тела, и для рук. Вот такая вот здесь нарисованная, как ее называют, единорожка красивая. Три вида этого крема было. Там есть крем-мусс, крем-суфле и крем-десерт. У них у всех ароматы невероятно вкусные. Я взяла сказочный миндаль, потом там еще были какие-то названия, которые я даже не запомню. И вот здесь в уголочке везде написано, ну, как бы разные какие-то фразы. Одна там, типа, окунись в нежность, другая там еще что-то. Я, естественно, выбрала именно по фразе, потому что запахи были все нереальные. Здесь было написано «Мечтай» и все сбудется. Вот. Он похож на детский, картинка детская. Картинка детская, похож на детский, а, запах. Для рук и тела. Для всего. Для рук и тела. Понимаю. Ну да, такой вот приятный, такой нежный запах. Сладюшки. Это после купания. Нереальные, да. Короче, будет тоже тест отдельный обзор. Так, все. Это у нас то, что касается отдельного видео. Сейчас я вот его вот так вот побросаю все это, чтобы ничего не забыть. И мы с вами сейчас откроем наши разные-разные шампиньоны. Совсем разные. После сладюшек. Да, после сладюшек и икру. И сейчас мы с вами попробуем, что же это здесь такое. А у нас есть нормальная открывашка? У нас должна быть нормальная открывашка, мама? Есть. Еее. Иногда я маму что-нибудь спрашиваю, говорю, мам, нам надо срочно что-то. И мы такие, ёперные, где оно лежит? И мы, короче, в шоке. Начинаем это дело все искать. Так, давай тарелочку, может быть, сразу. Я пока открою, а ты давай тарелочке. А что мы первое будем пробовать? Шампиньоны или что? Ну ты давай как-то вот здесь вот. Мы открыли шампиньоны, открыли икру. Я думаю, что сначала давай с шампиньонов начнем. Что за вкус? Мне вообще интересно. Я привыкла шампиньоны сейчас набрать свежие. Даже не замороженные. Вот просто обычно грибы нарезанные и залитые просто водичкой. Как бы водичкой. Чуть-чуть подсоленные. Слушай, ну это клево. Я потому что думала, что у них может быть какой-то привкус. Нет. Нет, ну это вот просто шампиньоны, они не маринованные там никак. Это вот консервированные. Но они вареные. Ну консервированные для того, чтобы законсервировать. Все равно же в банку там варят. Они готовые к употреблению. Но их можно добавить там в супчик, можно в салатик добавить. Можно там в картошечку там жарить. Ну, что-нибудь придумаем. Можем супчик, кстати говоря, свой. Подожди, а у нас гречка с грибами тоже, кстати, очень вкусная. Мы можем перемешать все это дело. Ну, в любом случае, готовить индейку надо? Да. Будем готовить индейку. А я бы сделала легкий супчик такой с грибочками. Мы же только недавно доели супчик с грибочками. А это будет другой. Почему? А потому что... Грибы другие. Грибы другие, да. Здесь вообще можно сделать грибочек. Ну, ладно, что приготовишь, то и будем есть. А теперь давайте попробуем нашу икорочку. Да? Все-таки вкус детства или нет? Ну, икра как икра, но, кстати, вкусная. Да? Я вам реально скажу, что эта икра вкусная. Да. Можно прям сразу на хлеб жарить. Фу. Вы поняли, в кого? На хлеб жарить можно. Не, просто, когда... Знаете, когда я раньше покупала икру кабачковую, вот там в обычную такую, просто обычную прям в банке, и в ней чего-то как-то не хватало. И вот я просто жарила немножечко лучок на постном масле, и туда выкладывала эту банку, и еще как бы прожаривала это все, и тогда она приобретала вкус немножечко как домашняя такая получилась. А это прям вот нормально уже, как готовое к употреблению, можно прям на хлеб намазывать, и это вкуснее. Вот здесь уже все готово, все есть. Да, а мне, например, все время, когда я покупаю вот эти икры, мне... Все время были вот как-то вот чего-то как не доделанные, вот чего-то в них не хватало. А чем я на вас кеш-то? Адельная... Да, а это вот как будто доделанная, вот такое ощущение. Да, икра доделанная. Икра доделанная, одобря. Мы так и назовем, да? Да, икра доделанная. Да, икра доделанная, все. Супер, можно даже с хлебцами кушать. А можно просто с хлебом, с отрубным, как я. Да, или как мама с отрубным хлебом. В общем, все, мои хорошие, вот такой был у нас видеообзорчик. Как видите, еда подспела, да, а то все-таки что-то я еду не покупаю, не покупаю. Вполне себе очень классная, можно вот эти... Я очень тщательно просто еду, на самом деле, выбираю в фикс-прайсе, и еще тщательно выбираю косметику. И вот каждый раз я все это тестю, и, знаете, раз на раз не приходится, что еда как бы не вся хороша, да, но вот это вот хорошее. Мне прям понравилось, мы все это съедим сами и гостям не оставим. Вот, и что касается косметики, смотрите мой второй канал, я практически все делаю, отдельные обзоры на каждые продукты, и раз на раз не приходится у меня, то лицо краснеет. Конечно, говорят, что я еще не все делаю там по правилам, как нужно, но вы все видите, как я делаю, в любом случае учитесь на моих ошибках, и, возможно, я экономлю ваши деньги. Поэтому второй канал, вообще, обязательно подписывайтесь на него. Ссылка под видео. Вот. И что, будем прощаться тогда? Да. Ну, прощаюсь. Пока. Ну, все вроде вам показали, все попробовали, все испробовали. А то, что там дальше еще тестировать будем, это уже в другом будет видео. Ты чего меня кривляешь, а? На этом мы видео свое хотим закончить. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите ролики, там много интересного и полезного можете увидеть. Суфлер. Все, мои хорошие, пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, и мы с вами прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok